Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня Даня Милохин написал о том, что его внесли в черный список на телевидении, и на телевидении его больше люди не увидят. Запрещен. Его друга, блогера Никоглая, через миграционный центр за видео о российском военном выслали в Молдавию. Что я хочу сказать, друзья. Я не знаю, может быть, кто-то расстроился действительно, что не увидит Даню Милохина, но до сих пор никто не может объяснить, как этот персонаж появился на международном петербургском экономическом форуме. И кто его крышевал, чтобы он там появился. Когда он сказал, что, собственно, у него особой привычки нет думать, и люди были в шоке. В шоке были от того, что спикером был Даня Милохин. Там, где собрались действительно серьезные предприниматели, бизнесмены для заключения многомиллионных международных, в том числе, контрактов. Поэтому, конечно, я считаю, это мое предположение, да, я скажу так, в личном пространстве, что без какого-то покровителя или продюсера, скажем так, попадать в проекты топовые, так скажем, на нашем телевидении, раскручиваться вот так везде просто невозможно. Попросту невозможно. Поэтому, что это? Очищение? В нынешних обстоятельствах невозможность договориться? Или же понимание, что запрос общества совсем сейчас не на дань Милохиных, а, к примеру, на замечательнейшего, прекраснейшего, патриотически настроенного исполнителя Шаман? Да? И понимание, что сейчас вот эти вот все дань Милохиных, это то, что не нужно показывать, то, что люди не хотят видеть. Поэтому говорят, что он ушел из ледникового периода, говорят, что, может быть, даже какой-то покровитель влиятельный перестал его крышевать, и поэтому его погнали. Не знаю. Однозначно могу сказать одно. Я уже говорил об этом. Я считаю, что пока у нас для молодежи в качестве нравственных ориентиров будут дань Милохины, мы не продвинемся туда, куда мы хотим продвинуться. В 62-м году на голубом огоньке поздравляли Гагарина. Представляете, какой масштаб? Что такое был голубой огонек? Гагарина. Человека, впервые полетевшего в космос. Сейчас голубой огонек, что это такое? Те, кто поют 40-50 лет на сцене, там даже не пахнет былым величием. И я вам хочу сказать, что такие персонажи, как Даня Милохин, с моей точки зрения, это те, кто, опять-таки, с моей точки зрения, уводят нашу молодежь совсем в другую сторону, абсолютно от нравственного воспитания. Когда показали его тикток, вот этот дом, да, послушайте, ну, это девочки 18-19 лет, допустим, простят они меня, с моей точки зрения, по глазам совершенно не обремененные интеллектом, которые хвастаются, что они не читали книги, мне кажется, нам по другому пути нужно идти. Поэтому я, вот, конечно, многие сигналы сейчас неоднозначно рассматриваю, но то, что произошло с Данем Милохиным, если действительно его запретили на телевидении, ну, и слава богу, что называется. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что по-настоящему важные, актуальные новости для нас всех на сегодняшний день. Это, естественно, направление Лиман, Херсон, новости сопредельного государства, ролики на остросоциальные и политические темы. Все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. Подписывайтесь, делитесь в соцсетях. И здесь на YouTube есть канал, называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.